Привет-привет, мои хорошие! Сегодня я хочу поговорить о таком понятии, как эмоциональный и когнитивный отдых, потому что мы часто об этом забываем, либо полностью игнорируем. Собственно говоря, я точно так же поступаю, и сегодня я хочу вам рассказать весь механизм, почему мы устаем и так, и физически, и так, что нужно сделать, чтобы отдохнуть, почему не стоит это игнорировать и так далее. В общем, разберемся с этим понятием. И начну я с того, что, в принципе, мы привыкли, что если мы там много потрудились, что-то физически сделали, то и на следующий день мы будем уставшие, может быть, еще через день нам нужен отдых. Это вполне понятно, как бы все это принимают, ну, как бы, это вообще принято, что если ты хорошо потрудился, ты можешь полноценно отдохнуть. Но вот почему-то именно с когнитивной нагрузкой и с эмоциональной нагрузкой у нас небольшие проблемы. Мы как-то считаем, что это как-то, в общем, само как-то оно так произойдет, и, в принципе, устать от этого практически невозможно. И если с когнитивной нагрузкой еще кое-кто подозревает, особенно те, кто имеет очень большую когнитивную нагрузку, что можно, в принципе, устать в какой-то момент и перестать соображать, то с эмоциональной вообще все плохо, почему-то вообще все игнорируют этот факт, что можно устать от эмоциональной нагрузки и что нужна именно разгрузка. Я сегодня не говорю об эмоциональном выгорании, а именно об усталости. Так вот, что происходит, когда мы либо что-то когнитивное делаем, то есть что-то думаем, например, готовимся к экзамену, то есть такой активный мыслительный процесс у нас идет. Либо когда мы эмоционируем. Это еще в большей степени что-то, ну, скорее всего, негативное. То есть мы решаем какие-то вопросы. Не обязательно это что-то такое гипертрагическое. Очень часто это происходит, когда нужно решить какой-то тяжелый вопрос, нужно с кем-то тяжело поговорить. Ну, не то, что тяжело поговорить, а именно какую-то тяжелую тему, что-то обсудить, что-то поднять в семье, в отношениях. Просто, ну, каждый из нас чувствует, когда очень много всего у вас происходит, всех этих негативных, нейтральных эмоций, и они вот постоянно кипят, кипят, кипят вас. И если это еще и продолжительное время, либо один такой бабах, либо продолжительное время, то что происходит в нашем организме? Для того, чтобы мы хорошо соображали и мы испытывали эмоции, нашему мозгу нужны нейромедиаторы. Без этого никак. Что происходит в мозге? Когда от наших органов чувств, либо сам мозг решает, что что-то происходит, и надо на это ответить, наши нейрончики начинают соединяться. И вот в этот момент соединения, там у нас происходит изменение потенциалов, то есть, ну, вот это электрическое соединение. За счет этого такие визикулки, ну, в общем, в одном нейроне заключены вот эти нейромедиаторы, они передаются другому, и так по цепочке, по цепочке. То есть, нейромедиаторы обязательны для того, чтобы произошло соединение наших нейронов. Без соединения нейронов не будет ни эмоций, ни мыслей, вы не будете ни соображать, ничего. То есть, это обязательное условие. Так вот, в нормальном состоянии большую часть вот этих нейромедиаторов вырабатывается нашим мозгом. Он успевает это все перерабатывать. Маленькая часть поступает с пищей, с воздухом, с водой и так далее. Ну, то есть, извне поступает. Но, когда у нас идет гиперстимуляция, гипермыслительный процесс, гиперэмоции, когда вы постоянно, постоянно, например, какой-то очень длинный, тяжелый разговор, и это все долго, это все очень эмоционально, вы постоянно испытываете какие-то чувства, неважно какие, вы постоянно их испытываете, то есть, гораздо больше, чем в повседневной жизни, ваши нейроны работают просто на максималках. То есть, вот эти нейромедиаторы выбрасываются, выбрасываются, выбрасываются. Ваш мозг похож просто на какую-то безумную дискотеку 90-х, когда он весь задействован. Плюс, когда вы негативные эмоции испытываете, еще болевые зоны активируются. То есть, там очень много и памяти, эмоций, и всевозможные вот эти префронтальные кора. Ну, то есть, по сути, у вас происходит такое, ну, вот гиперстимуляция мозга. Он начинает работать просто на максимальных оборотах. Когда вот у вас еще когнитивная нагрузка, вот вы стараетесь, учитесь бесконечно, бесконечно учитесь. И в этот момент ваш мозг выбрасывает и выбрасывает эти нейромедиаторы для того, чтобы вы продолжали хорошо соображать, чтобы вы были бодры, веселы и так далее. Но в какой-то момент вот эта гиперстимуляция, она приводит к истощению ресурсов. И это нормально. Это если заставить, не знаю, какую-то большую фабрику работать в 5 смен, вместо двух смен бесконечно, то есть, в неделю в 5 смен работать. При этом подвозить необходимые материалы в обычном режиме, потому что не может в гиперстимуляции подвозиться в каком-то другом режиме. И, конечно, в какой-то момент фабрика просто переработает все, что есть, и как бы нового еще не подвезли, а старое уже закончилось. То же самое происходит с вашим мозгом. Просто нейромедиаторы закончатся. Они, конечно, не закончатся совсем. Конечно, вы как-то будете поддерживать свою жизнь, но будет вот это ощущение опустошения, невозможности сообразить, если когнитивная нагрузка у вас в какой-то момент наступает, такое отвратительное состояние, когда вы не можете вообще... Вы думаете, вам кажется, что вы пошли туда, и вы не понимаете, что вам нужно. То есть, ваша голова совершенно не соображает. Это как бы нормальная, к сожалению или к счастью, это нормальная реакция на гиперстимуляцию. То же самое происходит с эмоциями. Когда вы, например, решили какие-то сложные моменты, наступает вроде бы решение, вы расслабляетесь еще в этот момент. То есть, вы даете команду мозгу, что все хорошо, все наладилось, и вы перестаете вообще чувствовать что-то, потому что нечем вам чувствовать. То есть, нету вот этого топлива для мозга. И как бы в этот момент, после когнитивной нагрузки, после эмоциональной нагрузки абсолютно нормальное состояние, когда вы ничего не хотите, вы ничего не чувствуете, вы чувствуете себя абсолютно раздавленным, подавленным. Если была эмоциональная нагрузка, есть еще, к сожалению, вероятность упасть в какое-то негативное состояние. Но это нормально. То есть вы активно, сильно поработали, ваш мозг очень сильно поработал, и ему нужен отдых. Но мы зачастую после таких вот событий, особенно после эмоциональных, если что-то хорошо все решилось, то нам кажется, что мы сейчас будем радоваться, пиршествовать, и все будет прекрасно. Но нет, мы не можем вообще ничего. То есть мы порадовались, да, все решилось, все как бы разложилось по полочкам, но силы радоваться уже нету, и как бы это нормально, а мы на себя очень часто злимся в этот момент. Ну вот же все решилось, почему я не радуюсь, почему лежу на диване, и вообще ничего не хочу. Это нормально. Если обвинять, кстати, себя вот в этом состоянии, что я там не соображаю, что я не могу, не эмоционирую, не радуюсь, вы можете только еще усугубить состояние, потому что чувство вины – это одно из самых разрушающих наш мозг, нашу психику, не стоит так делать. Так вот, что же нужно в этот момент делать? Во-первых, смириться с тем, что вы хорошо поработали, вам теперь нужно хорошенько отдохнуть. И самым лучшим вообще, что вы можете для себя сделать – это пойти на природу. Очень многие исследования говорят о том, что именно природа максимально дает когнитивный отдых вашему мозгу, в целом вот такой полноценный отдых вашему мозгу, потому что там нет гиперстимуляции, то есть деревья, вот эти звуки, если там есть еще какой-то водоем, сходите, посидите возле водоема, вот эта водичка, эти звуки, это окружение, оно максимально комфортно для вашего мозга. То есть это такой вот спа-куроль для вашего мозга, если вы пойдете куда-нибудь в лес или куда-нибудь в парк, где нету большого количества людей, вот это самое лучшее, что вы можете сделать. Вы можете несколько дней погулять, походить, отдохнуть, обязательно выключайте в этот момент телефон, чтобы он вам не трезвонил каждые пять минут и так далее. Следующее, если вы все-таки не можете это так сделать, тоже любые прогулки, ну по городу это не так хорошо, но вам нужно еще, ну вот когда вы прогуливаетесь, ваш мозг начинает немножко больше генерировать нейромедиаторов, всяких гормонов, что пополнить ваш запас. То есть вы можете, ну как бы помочь вашему мозгу восстановиться за счет физической нагрузки, кардионагрузка, она хорошо работает на наш мозг, она помогает вырабатывать определенные такие компоненты, которые хороши для нашего мозга, которые его поддерживают, помогают и так далее. То есть это тоже очень хорошо. Вы можете отправиться в спортзал, но никакой сильной нагрузки не надо. Ну это походите по дорожке, можете на велотренажере покрутить педали. Это тоже хорошо. К тому же вот этот период, когда вы восстанавливаетесь, это очень индивидуально. Некоторым достаточно всего пару дней, вот они походили в лес, они там погуляли, походили, и все нормально. Вы возвращаетесь к жизни. Кому-то нужно от недели и больше, и это нормально. Просто ваш мозг так работает. Старайтесь саморефлексировать в том плане, что чувствовать вообще, что вы чувствуете. Начинаете ли вы опять чего-то хотеть. То есть если у вас начинают появляться какие-то идеи, мысли, а я вот хочу сделать то, а я вот хочу сделать это, это верный признак того, что вы достаточно восстановились, и вы можете плавненько войти в свою повседневную жизнь. То есть не нужно сразу бросаться и что-то опять писать свою докторскую. Нужно постепенно-постепенно это все вводить, чтобы опять не... Ну вот, вы накопили вот этот маленький запасик, вы его восстановили, не нужно опять его сжигать на фабрике в пять смен. А, еще, кстати, хорошо было бы наладить свой режим сна, потому что, скорее всего, в такие моменты перегрузки вы еще и нарушили свой режим сна. Вот как раз сейчас самое время его восстановить. Старайтесь как-то мягче к себе относиться, отдыхать и не забывать, что после любой нагрузки, физической, эмоциональной, когнитивной, нужен отдых, нужно успокоиться, прийти в себя. Это время обязательно нужно. Вы не сможете переступить через себя. В какое-то время вы сможете еще идти в том же темпе, но ни к чему хорошему это не приведет. Вы можете упасть в уже такое более тяжелое состояние, из которого вы еще дольше будете выходить. А если вы вовремя себя это поймаете на этом моменте, что вот вы чувствуете, что вы уже никакие вообще как выжатый лимон, все, останавливайте, откладывайте, делайте все возможное, чтобы, например, ваши дела там не пошли по наглонной, консервируйте все свои дела, отдыхайте какое-то время и потом спокойненько возвращайтесь к вашей деятельности. Все, мои хорошие, берегите себя. Я вас очень люблю. До следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok